Это Набиль? Ты как считаешь, то есть теперь сколько он снимет художественных фильмов? Сколько? Ну, начало положено. Ростов на кону. Не-не-не, подожди, подожди. Какой Ростов на кону? Он теперь про Миранчука, Тимур Гурцкая говорит, что он снял уже два художественных фильма. Сколько будет в итоге, на твой взгляд? Ну, это не художественный фильм. То, что он делает на своем персональном YouTube-канале, это скорее жанр погружения. Интервью, приезд, пообщая... Я когда назвал его пиар-бандой, он на меня обиделся и стал лаять в трубку. Нобель? Нобель стал лаять в трубку, да. Ну, слушай, во-первых, а, многие ему позавидуют, я думаю, что и ты тоже, потому что в период пандемии приехать... Трудолюбие, я вообще считаю, что Нобель просто трудоголик, он молодец. Приехать в период пандемии к Миранчуку, пообщаться не только с Миранчуком, но и с его девушкой. Потом до этого там пообщаться с агентами. А ты слышал, что девушка сказала, что Леха сразу устает и спит? Я считаю, что Нобель тут же должен был сказать, блядь, а чем же ты занимался в России? Почему он не задал этот вопрос? Скажи, пожалуйста. Но видишь, Леша же говорил, что в России ты приходишь, и у тебя нет ощущения усталости после тренировок. Да. Это либо нагрузки, которые сам Миранчук, может быть, тазировал для себя, может быть, его не напрягали этим, а здесь у тебя, во-первых, и в голове чуть-чуть переключается, а во-вторых, может быть, действительно в конкурентной среде, когда там тренируется 25-26 человек. А Нобель обязан был задать этот вопрос? Не уверен. Но Нобель, понимаешь, человек, когда приезжает в гости, он должен вести себя воспитанно. И Нобель, человек, как воспитанный и хорошо понимающий, где и с кем он общается, он подводит к каким-то таким, не то чтобы спорным вопросам, а таким щекотливым вопросам, очень аккуратно. Поэтому с удовольствием... То есть мы не можем с тобой его критиковать даже за то, что он не задал этот вопрос? Я не буду Нобеля критиковать ни при каких обстоятельствах, потому что помимо Миранчука он снял «Головина», прекрасный фильм. Даже не фильм, а вот этот проект, где был и Петров, где он общался... И Петров, и Баширов, да? Где еще Фил общался с Фабригасом, где... Фил это кто? Филип Кудрявцев. Я просто подумал, что это другой человек, который был пелгим. Работает на ОКО, он общался с Фабригасом. Плюс помимо «Головина» было интервью со спортивным генеральным директором Монако. Ну, то есть вообще великолепно. Ну, Нобеля вообще красавец. А последний, Захаряновский, вот этот Захаряновский... Ты можешь стать повыше, чтобы ты казался... Я не комплексивно нормально. Ничего, нормально, просто... Меня полностью устраивает не переживает. У тебя есть эксклюзив, сейчас возможно записать нас двоих. Двоих. Ну, давай, я надеюсь, что это будет такой же эфир, как у тебя был с Георгием Черданцевым во время чемпионата мира, который разошелся на цитаты. Ну, ты не Лысенков. А на Новый год, Георгий, чтобы тебе такой эксклюзив поймать. Ну, да, на Новый год Георгий мне позвонил и сказал... Не вокалов писал? Нет, Лысенков был. Лысенков, да. Тебе тоже понравилось, да? Это был гигантом мысль. А я же был рядом с ними. Я просто раньше уехал. Я просто раньше не ехал. Но ты... А, нет, нет, просто мне не хотели писать тогда, по-моему, да. Нет, просто мне кажется, что ты как хитрец. Хитрец, просто ушел из кадра, да? Я уже не хитрец. Ты ушел из кадра. Это был в Бразилии давно. Это была Куритиба, это был сложный город. Сложный город. Ну, давай, я Нобелю прислал сообщение, что если бы Леха не забил, его бы стоило обругать. А потом удалил, удалил, а Нобиль все равно прочитал. И он прислал. Это у него просто функция в телефоне есть такая, что ты не можешь удалить сообщение, которое тебе не нравится. Я Нобиль. Я тебя не могу Нобиль называть? Нобиль. Ну, Нобиль, могу. Котэ и Нобиль. Я Нобиль, все хорошо. Ты Нобиль. Да, я говорю, ты редкий человек, который как бы из наших... Видит двух человек, которым отказали в аккредитации. Из наших имен сделал что-то свое. Потому что Котэ никто меня не называет. Каждый сотрудник Матч ТВ подходит и говорит, почему ты его назвал Котэ, а почему Нобиль? Я вынужден объяснять. Вот смотри, вот тебе Нобиль Котэ вместе, это редчайший случай. Ну, давайте, восхититесь, восхититесь так Миранчуку, а чтобы Леха и в следующем... В смысле восхищение? Да. Он сыграл, на мой взгляд, очень круто. Забил красивый гол. И в первом тайме очень круто. Ты не считаешь, что его нужно было заменить после первого тайма? Нет, не считаю. Ну, после первого тайма, честно. У нас был коммент лайф, где мы зарубились, можно сказать, с комментатором матча Ромой Гудсайтом относительно игры того же Головина в этой встрече. Я сказал, что Головин в этом матче ничем не выделялся, у него было достаточно много брака и так далее. Но вот Рома сказал, что Головину просто играть не с кем, и он, даже не точно не с кем, он очень много полезных действий делает незаметных. И Нобель, например, сказал, что Миранчук тоже очень много действий делает, которые не бросаются в глаза. Слушай, Нобеля понять можно, снято уже два художественных фильма и будет еще четыре. Как сказал Тимур Гурская, будет как рабыни Заура. Мнение Нобеля по Миранчуку мы в расчет сейчас принимаем, но на него не особенно так. Давай встань в отравине. Давай встань в отравине. Миранчук, я не принес победу России. Да. Что тебе еще надо? Что тебе еще надо? Играл очень полезно, но хватит уже над ним издеваться. Я не издеваюсь над ним, я хочу, чтобы он делал больше, делал больше, я хочу. Это твои проблемы, если ты не видишь, что он делает больше. Последний раз твои проблемы говорил россиянам Андрей Аршавин. Это не очень хорошо кончилось. Хорошо, я не буду претендовать на дословную цитату Андрея Аршавина. Сейчас полиция нас не забирает. Почему? Может быть здесь нельзя снимать. Может быть здесь какая-то закрытая территория. То, что здесь решетки, можно... Давай, давай. Леша сделал результат, забил прекрасный мяч. Чем-то похоже на гол забитый ворот Митюланда в дебютной игре в Лиге Чемпионов. Очень похоже. И вот после того, как мы выиграли 1-0, Миранчук лучший игрок матча и он забил единственный мяч, говорить, что можно было поменять, можно было, но не поменяли, Станислав Черчесов этого не сделал, Миранчук забил прекрасный гол, все, поехали дальше. Если бы Миранчук этот гол не забил, как бы мы забили этот гол, я, честно говоря, вот по первому тайму, ну так особо не видел. Ну, был момент там с прострелом на дальнюю штангу, когда не успел Караваев, когда он в штангу врезался, был момент Супер передача Головина, просто супер, да. Я знаю, чему удивляюсь. Чему? Вот ты фигачишь, фигачишь, фигачишь Миранчука, критикуешь. Я согласен, он в некоторые матчи со сборную либо играет плохо, либо вообще не играет, да, его не ставят состав. Но когда он вышел, Миранчука, сделал разницу, забил гол, ты чего других, Серег, не критикуешь сильно? Я не... Ну, покритикуй других. Кого? Например, Артема Джубу. Джубу покритикуй. Я критиковал. Ты его называешь чуть ли не главным футболистом в стране. Не, ну, покритикуй, покритикуй, вот мы сегодня с Нобелем, например, смотрели. Кого? Критикуй Зобнина. Зобнина? Не могу ничего сказать. Опаздываю. Я в восхищении от игры Дивеева. Да. Просто в восхищении. Я считаю, что если бы Станислав Саламович ставил в ничего не значащем турнире Лиги Наций Дивеева и Евгенева, да, то у нас была бы нормальная оборона. Но мы цеплялись за Семенова, за опыт, понимаешь? Зачем это делать? Секунду. Три дня назад, когда Дивеев некорректно высказался относительно Лукаку, на Дивеева набросилось полстраны, включая Геннадия Сергеевича Орлова, который сказал, этот парень, ты слепой, он от тебя бежал, он тебе в спину вцарил. И которого ты поддержал. И которого ты поддержал. Я поддержал в контексте, что после таких матчей, если ты 0-3 проиграл, ну, не надо такие комментарии давать. Давай отпустим Костю, я останусь с тобой. Давай, Костя, ты идешь записывать коммент-шоу. А мы с главным любителем Миранчука, да, да, скажи правду, говори только правду. Я всегда говорю только правду. Ты почитай свои комментарии, когда я с тобой общаюсь. Ты имеешь в виду про кестр. Я сказал, что второй раз было лишним. Ты молодец, ты молодец, да. Так, какие вопросы тебе ко мне? А чего ты сразу сжался? Мне холодно. Тебе холодно? Да, ну, хорошо, да. Ты так закаленный парень, я вижу. Так, ну что, про Миранчука. Ты уже поздравил его, небось. Уже поздравил его и сказал, что он великий. Я написал сообщение, Леха, поздравляю, молодец, очень рад. Так. Что еще? А что ты хочешь сказать по поводу его первого тайма? Я не знаю, может, вы смотрели разные таймы. Возможно, ты смотрел один футбол, я другой. Да. Но, по-моему, он сыграл, не забываем про гол, который он классно исполнил, забил, очень ответственный момент. Как ты, будешь говорить, сделал разницу. А ты так не любишь говорить. Да, тоже люблю говорить. И он сделал разницу. И он в остальном тоже был очень полезен, он был конструктивен, он боролся, он пытался обыгрывать один в один, искал свободное пространство. Но сыграл нормальный тайм, как один из лидеров сборной России в атаке. Сколько ты дней не брился? Не брился? Да. Ну, так вот. По-честному скажу. Нет, я просто так. Пробивается седина. Это тебя так взволновала история с аккредитацией? Нет. Поверь мне. Но я так давно уже стал сидеть нормально. Чуть-чуть есть, да? Да, это есть. Слушай, КТ обрушился на Зобнина, на Аздоева. Что ты можешь о них сказать? Вы, видимо, их полоскали. Нет, мы не полоскали ни в коем случае. Просто мы говорили о том, что Зобнин, он, безусловно, очень важный футболист. Да. Такая рабочая лошадка, говорят, да? Но понятно, что он в атаке не всегда бывает, как Головин или Миранчу, как сегодня. Мы лишь об этом говорили, что в сборной России, к сожалению, это, в принципе, стиль Черчесова, что есть два-три футболиста в атаке, которые действуют достаточно искусно, на которых, собственно, ложится вся атакующая мощь. А все остальные, они должны отбирать, бегать, работать на футбольном поле. Собственно, главная претензия к сборной России, которая есть, мне кажется, у многих болельщиков, то, что сборная России играет достаточно прямолинейный футбол. Это же правда, как говорят. И, собственно, в этом одна из претензий. При Станиславе Соломичу мы, по-моему, все четыре года так играли. Да, поэтому… И твой любимый тобой Миранчук мог бы эту ситуацию скрасить. Как и Головин, кстати. Но вы почему-то обрушиваетесь на наших трудяк с Зобниной, на язду. Никто не обрушивается. Наоборот, они молодцы, они делают свою работу. Вопрос в другом, что у нас футбол так выстраивается, что если бы не прижатая сегодня к стенке команда, которая должна была выиграть, я тебе уверяю, что вышел бы не Миранчук, а вышел бы еще один опорный хаббег. Ну, скорее всего. И был бы, как всегда, Дзюба, Головин, Ван, впереди, фланги активные и все три футболисты в центре поля. Но так как сейчас была ситуация тяжелейшая, надо было выиграть обязательно. Поэтому убрали кого-то из центра поля, поставили… Кузяева перевели на левый фланг, поставили Миранчука в атаку. Вот главное отличие от того, что было бы в обычной жизни. Потому что Черчесову, и это его право, подчеркиваю, мы тренер сборной России, мы журналисты-болельщики. Своим дилетантским языком. Про Дзюбу расскажи, что ты думаешь про Дзюбу? А что про Дзюбу? Он лидер, возможно, его последний большой турнир. Я не знаю, что будет в Катаре, будем ли вообще в Катаре. Я же не знаю. Но очевидно, что для него это особый турнир. Тем более, играет в Питере. Город для него важный. Тем более, он после Чемпионата мира стал героем. Я имею в виду сборной, повязка, любовь всенародная. Поэтому очевидно, что для него турниры. И я понимаю прекрасно, что никогда… И коллектив его. То есть, он лидер в коллективе, он не может быть ни капитаном, ни в основе. Поэтому я понимаю, что для Черчесова это вполне такая справедливая история, что он на Дзюбу играет. Он может принять вратаря, потому что, наверное, такая дикость небольшая. Менять для вратаря тренера, ну, в смысле для бывшего вратаря, который тренер. По ходу турнира менять вратаря – это, в принципе, неожиданно. Но поменять Дзюбу – это только если он будет травмирован. Я в этом уверен. Ну да. А ты понял, почему поменяли вратаря? То есть, это же признание того, что Шунин на ошибался. Согласен? Ну, либо на ошибался, либо психология, например, что он посчитал, что после трех мячей Шунин, может быть, плохо провел тренировки, может быть, не в лучшей форме психологической. Он поменял после Сафонова. На самом деле, после Сафонова я был уверен 100%. Сафонова был очень сложный этап после травмы, непростой этап травмы. И он тоже рисковал сегодня в Черчесове. Вообще, в принципе, после Акинфеева в каждом матче рискует Черчесов. Ну, я имею в виду в вратарской тиме. Потому что, даже когда Гильермо был в сборной, тоже были определенные риски. Это как бы история. У нас нет номера один. У нас… Тебе признался Акинфеев? Почему он не… Ты же к Коменшоу его пригласил. Почему он не поехал в сборную России? Давай Коменшоу посмотрим, узнаем. Почему он не поехал в сборную России? Ты ответил на этот вопрос? Ты задал этот вопрос? Это Игорь ответит. Или ты не задал как Миранчуку вопрос тот же самый? Почему Миранчуку не спросил, почему в России он ходил в общественное пространство после тренировок, а в Италии не ходит? Он уже все объяснил тебе. Что он объяснил? Он объяснил, что… Устает. Во-первых… А почему в России он не уставал? У Юрия Павловича… Можно ответ? Да, извини, пожалуйста. Во-первых, есть такое понятие локдаун в чистом виде. Потому что в Италии локдаун сильно отличится от локдауна в России. И если даже ты хочешь пойти поужинать куда-нибудь, ну, во время сезона, некуда ходить, сидя дома. И об этом сказал Леха. А во-вторых, да. Ну, а ты что, не знаешь, что интенсивность тренировок, интенсивность матчей, она выше в Европе, чем в России. А что, Юрия Павловича, не надо бегать? Ну… 5-7. Да. Надо бегать там больше. Ну, я сейчас, может, очень банально говорю, но так и есть. Ну, да, понятно. Слушай, ну, ты же понимаешь, что происходит с ССК? Ну, это же цирк. Ну, это же цирк. Ну, это же цирк. Почему цирк? Ну, назначить тренера Олеча, который никогда не работал. Ну, ты попросил меня, а я тебе отвечаю. Извини, пожалуйста. Да. Да. Назначить тренера Олеча, который не работал главным, дать ему поработать 2 месяца, приехать в Россию и выгнать. Это что такое? Объясняю. Да. Как я это вижу? Возможно, правда в твоей стране, я же не знаю. Да. Когда была история с Гончаренко, еще когда он уехал в Минск год назад, ЦСК, насколько я знаю, уже понимал, что рано или поздно союз разрушится. Да. Потому что были проблемы и со стороны тренера, он сам хотел уйти, он просто уехал. И со стороны клуба были вопросы по результату, по игре, ну, и так далее, куча всего. Но Гончаренко, он был такой оптимальный тренер, потому что он был талантливый, сильный. Они хотели роман продлить, не получилось. Но при этом, как мы видим, как мы понимаем точнее, ЦСК искала альтернативы Гончаренко, он хотел уйти тренера. Но, к сожалению, вот такого варианта, что вот там тренер, надо выбрать, он будущий тренер, топ-тренер для ЦСК или Спартака. Такого в России сейчас нет варианта, к сожалению. Поэтому ЦСК обращал внимание на Реброва, например. Обращал внимание? Обращал. Да. На Стойлова. На Стойлова, наверное, тоже. Я говорю, я знаю про Реброва. Но из-за определенных политических моментов, как я понимаю, Ребров не может… Мы сейчас вступаем в кринч Шандаром Варго. Хорошо. Я об этом написал в январе. Хорошо. Шандар сказал, что… Окей. Не может приехать Ребров в России. Не знаю, почему не может приехать. Обращались? Обращались. По нашей информации, да. Обращались, да. Обращались, не получилось. Верили в Г25 это время Гончаренко. Потом, когда ситуация стала тупиковая, она стала весной, когда ЦСК проиграл в Туле. Я тот матч, помню, комментировал, и это был ужасный матч для ЦСК. Извиняюсь, позорный матч для ЦСК это был. Потом они проиграли «Зениту», если не ошибаюсь. И, в общем, было понятно, что все, это уже тупик. Нужен был тренер. Да. Вопрос для меня тоже открытый, актуальный. Почему, условно, поставили не Васю Герезуцкого, не Василия Герезуцкого, а Ивицу Олечу. Но, как я понимаю, здесь была импульсивная реакция, я не знаю, кого именно, Орешкина, не знаю, кого. Но была импульсивная реакция поставить Олеча. И вспомни, ты, кстати говоря, помнишь, я думаю, уверен, что хорошо, как ЦСК долго согласовывал контракт. Три месяца, либо три плюс года. Потому что были сомнения. Да. Это были сомнения. Олеч, да. Они назначили его и только потом подписали. Были сомнения достойные. Хотели посмотреть. Олеч сказал, нет, я хочу полтора, ну не полтора, а вот года три и так далее. В итоге взяли, посмотрели три месяца. Разочаровались. Серег, что лучше? Ну, я очень нутрирую, извиняюсь, если говорю, может быть, кому-то обидно. Что лучше, ужасный конец или ужас без конца? Как ты считаешь? А ты считаешь, что с Олечем был бы ужас без конца? Ну, если они видят это. Я не знаю, но если они видят это в команде, в клубе. А ты не считаешь, что что-то произошло в момент встречи Олеча и господина Бабаева? Ну, смотри, я уверен. Вот история Бабаяна. Зачем навязывать Бабаяна Олечу? Ну, насколько я знаю, в ЦСКА никогда не было такого, что тренер управлял полностью трансферной компанией, тренерским штабом. Даже когда, условно, приходил Слуцкий, всеми уважаемый тренер тогда в ЦСКА, он поступал из Самары, уже был в штабе, например, Анопко. И, если не ошибаюсь, я, по-моему, взял Слуцкий. Одного поможешься, если не ошибаюсь. Все остальные были в штабе. Шустиков взяли, по-моему, да. По-моему, Шустиков взял, если не ошибаюсь. А Анопко остался, хотя он был до Укус Рамосом. В ЦСКА не принято, что тренер приходит и начинает говорить, всех отсюда нафиг, всех футболистов нафиг. В ЦСКА это не принято. Такой клуб. Хочешь ты этого или не хочешь, но так происходит. Никогда в ЦСКА тренер. И так бывает, например, и в других больших командах. Вот сейчас, например, новость, чем я только здесь шел, прочитал новость. Гатуза может покинуть Фиорентино, потому что они разошлись, потому что Фиорентино не собирается… Что-то такое там было связано с агентом Гатузы, с Мендешем. В общем, разошлись трансферной компанией агента Гатузы, Мендеш и клуб. Так бывает. В Италии, в другом случае, в 2014 году Конте провел три тренировки в Вентусе, первый сбор начался. Потом он пошел к президенту и директору обсуждать трансферную компанию. Сказал, хочу того, того, того. Эти искали. Мистер, мы решаем. Это клуб, это наши деньги, мы решаем. Поэтому давай так. Мы берем, если не хочешь. Он сказал, окей, я ухожу. Но они расстались. Поэтому здесь ничего нет удивительного. Если ты думаешь, что в ЦСКА возможно стоять, когда приходят… Я не знаю, ты говоришь, что там проблема была в Бабаяне, или в Рахимичи, или в трансферах. Я слышал, что там были вопросы и по трансферам, и по согласованию. Да, было, да. Почему ты считаешь, что ЦСКА как клуб не имеет права сказать, Ивица, мы так не работаем. Мы так не работаем. Нет, я не говорю, что я так не считаю. Это нормально. Это нормально. Другое дело, что это можно было сказать месяц назад, а не в первый день после выхода из отпуска. Это вопрос коммуникации, общения. Мы же знаем, в чем был разговор. Может, они до последнего верили, что Ивица Олевич пойдет на какой-то компромисс, например, по трансферам, по штабу, по каким-то коммуникациям внутри клуба. Мы же не знаем этого всего. И я вообще не вижу… Это выглядит, наверное, ужасно с точки зрения того, как это сняли тренеры за день до сбора. Но если ЦСКА не хочет рисковать новым сезоном, если они посчитали, что, к сожалению, не срослось, но бывает такое, когда не сходятся люди, они сошлись и расстались. То есть это неприятно для тебя, но… Ты сейчас говоришь, как пресс-аташи ЦСКА. Нет, я говорю… Мобиль, ну ты говоришь, как пресс-аташи ЦСКА. Я говорю… Слушай, ты меня говоришь пятый раз… Ты согласен, что это ненормально? А ты меня пытаешься убедить, что увольнение тренера в первый день после выхода из отпуска – это хорошо. Это ненормально. Да. Но в этом трагедии для ЦСКА нет. ЦСКА убрал не там пятикратного чемпиона России, а тренеров, которого они рисковали. А что это? Комедия? Они рисковали. Хорошо, ты говоришь не трагедия. Что это? Это жизнь. Так бывает. Зачем тогда Васю не назначили, Василия Владимировича? Это вопрос. Василия Владимировича почему не назначили? Это вопрос. Наверное, ЦСКА задним умом понимает, что в марте надо было назначать Василия Березубского, а не Ивицу. Так решили тогда импульсивное решение, эмоциональное решение, неправильное решение. Оно было. Теперь дальше. Ты не принимаешь неправильных решений в своей жизни? Принимаю. Я принимаю. И одна из задач людей – неправильное решение исправлять. Правда? Я с тобой согласен. Вот и все. Но все надо делать вовремя. Ты не согласен с этим? Согласен. Но лучше сделать сейчас, чем сделать в пятом туре. Ты не считаешь, что слишком много неправильных решений? Безобразная трансферная кампания, назначение Олеча, отставка Олеча – много. Они сейчас сейчас пытаются… Значит, менеджмент ЦСКА стал слаб. Я не считаю, что менеджмент стал слаб. Я считаю, что ЦСКА просто структурно изменился. Ну, так бывает. Это же происходит… Кто принимает решение? Кто главный? Хороший вопрос. Я его давно изучаю. Потому что я буду понять, как это все функционирует. Но у меня нет четкого ответа, что все решения принимает, например, Орешкин. Да. Сидит вот в офисе, ему приносит. Такого нет. Оперативно всем управляет Бабаев. Насколько я это вижу, я это знаю. По-прежнему президент Гиннер, да, он президент. Он акционер клуба и так далее. Я не думаю, что есть, как знаешь, весь вектор, который сразу сместился. Потому что просто идет такая притирка, она, может быть, ни к чему хорошему не приведет ЦСКА. Пока ни к чему хорошему не привела. Но раз они свои ошибки уже видят, которые были, значит, какой-то шанс есть, что они сумеют все сработаться. Назови меня снова пресса ЦСКА. Ты оправдал все. Ты все оправдал. Я не оправдал. Господи. Я не оправдал. Никого я оправдал. Ну, ЦСКА ты во всем оправдал, во всем правы. Я не оправдал никого. Я просто говорю мнение. Если оно интересно, я могу тебе повторить. Хочешь о Спартаке поговорить? А что о Спартаке говорить сейчас? Хочешь о Динамо, о Зените, о Краснодаре? О Динамо, ты снимешь новый фильм, уже, да, направленности. Про Сахаряна? Да, пиар направленности. Как все хорошо. Какой пиар направленность? Как все хорошо в Динамо. Все хорошо в Динамо, Нобель. Все хорошо в Динамо. Ну, не все хорошо, но мне нравится, как Динамо сейчас строится. Мне реально нравится. Ну, да все хорошо, только 7-ое место и в юрокубки не попали, денег вбухали. Посмотри на новый сезон. Тебе нравится Заремо? То, что она делает? Мне импонирует, потому что это прикольно. Зарема такая яркая, интересная, это прикольно. Другое дело, что, не знаю, вылится ли это какой-то там конфликт в команде, то, что происходит, то, что публично сопридается, не знаю, может быть, это просто будет такое сопровождение информационного Спартака, я не знаю. Но то, что Зарема прикольно вышла в публичное пространство, это круто, я читаю, мне нравится, прикольно, интересно. Все посты тебе нравятся? Ты понимаешь, как можно работать менеджментом в этой ситуации, когда каждый день она что-то вываливает? Все, я не могу читать, потому что у меня сейчас евро, и у тебя евро, потому что направлено на европейский. Ну, я думаю, что это ненадолго, да. То есть, ты не веришь, что Данию обыграем или ничего сыграем? Ну, я думаю, что у нас будут проблемы, да. Но если твой любимец забьет, я буду прыгать на потолок. Отлично. Так что по поводу Зарема все не читаю. То, что менеджменту тяжело, очевидно. Но то, что Спартак выбрал, условно, тренера, и это было какое-то решение, которое они объяснили, пусть не согласны с этим решением Зарема. И я знаю, что огромное количество людей с ним не согласны, потому что я гуляю по Питеру… И каждый подходит, да? Ну, не каждый болельщик Спартака подходит. Да. Расскажите про гравиторию, что это, это же большая ошибка. Я говорю, да нет, назначили, посмотрим, но тоже его не нашли на улице. В Бен-Фике работал, окей, поехал в Дубай или куда он поехал, в Катар. Работал там, но бывает, все окей. Домера туда, извиняюсь. Да-да. Все бывает, поэтому… Ну, то есть, для меня это нормальная история выбора. Просто другое дело, что, наверное, не согласовали среди всех боссов. Да. Ну, так бывает. Ну, а то, что Зарема вышла на публичное пространство. Слушай, чем больше таких людей, ну, вообще людей, которые на футболе, для нас с тобой это лучше. Да, тем больше веселья, хайпа вокруг. Да-да. Как тебе Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев? На чьей ты стороне, ну-ка? В смысле, на чьей стороне? На чьей стороне? На чьей ты стороне? Ты видел тот шторм, который устроили жены, подруги футболистов? Я люблю ее, кстати. Все ты видел, ты просто стесняешься сказать. Нет, я ее видел. Они все выступили на стороне Ольги Бузовой. Да? Да. Они все дружат? Я понимаю. Слушай, ну, как я понимаю, из того, что я услышал… Все было подстроено. Потом нет, ничего не подстроено. Ну, опять-таки, то, что я знаю. Там у них какие-то давние… Все нормально. Все нормально, да. Давние взаимоотношения. Она же сказала, что в комментариях приходил Дима, что-то писал. Да. Нет ресурсов, которые не приходил в комментариях Дмитрий Губерниев. Да. Поэтому у них давние отношения. Потому что так совпало. Я не знаю. Не знаю. Я не программный директор Матч ТВ. Это было специально сделано, либо случайно сделано. Но понятно, что ситуация стала накаленная. Между ними еще до этого эфира. Как-то они, видишь, по комментариям, надо сойтись. Ну, так ты на чьей стороне, скажи, на чьей стороне? А это что война? Это что война? Я бы не задал. Я бы не задал. Ты не читал «Коррозонтика»? Но я не ведущий уровня Дмитрия Губерниева. А что бы ты Ольге Бузовой спросил? Ну-ка. Что это? Ольге Бузовой? Да. Что бы ты Ольге Бузовой спросил? Чисто футбольный вопрос. Не, ну чисто футбольный. Явно она не так в этом шарит, чтобы я спрашивал, как будет играть. Желанный твой вопрос Ольге Бузовой. Желанный. что я бы, наверное, вырулил на тему, что она бывшая жена футболиста. Футболистов всех фигачит, очень много, и ругают. Вот Семенова история, с которой выступила. Ольга вообще просто как львица. Ольга Семенова просто львица. Я бы, наверное, этот разговор направил, что это ее позиция. И, наверное, в этой стране бы провоцировал на этой теме. С одной стороны, защита, с другой стороны, есть реакция болельщиков. Ну, вот я бы на эту тему. Я бы ее театр, ее карьеру актрисы, я бы, наверное, не затрагивал. Я бы не затрагивал, наверное. Но Дмитрий Губерниев, еще раз, величина. Да. Но, наверное, со стороны, конечно, ей было больно, обидно. Я, как джентльмен, такого себе не позволил. А ты знаешь ее песню, Ольги Бузовой? Нет. Ни одной? Мне кажется, что Кутэ знает песню. Давай подумаем. Я не знаю песен, Ольга Бузовой. Давай. Ну, я, честно, не знаю. Ну, давай подумаем, какая. Я не знаю, честно. Я свободен. Поет Ольга Бузова? Нет, она поет. Пойдет издеваться надо мной, нет. Группа Крови. Ну, хватит, нет. Кто поет группа Крови? Кино. Да. Не, не знаю. Я сейчас просто думал Ольгу Бузову. А, мало половин, вот точно. Мало твою вспомнил. Да, она поет, она. Ну, видишь, ты подкован на музыкале. Знаете? Нет, я не подкован. Мне не хватает на это времени, к сожалению, сейчас. Сколько ты сейчас в день спишь? Ну, слушай, мало сейчас было, на самом деле. Вот был период до сегодняшнего дня. Я просто летал туда, обратно, в Москву. Да. Но был период, когда спал несколько дней, по три часа. Да, и черти снились. Я по себе знаю, уже черти снятся, когда такой период. Я даже, когда просыпаюсь, знаешь, вот сегодня я проснулся. Я не понял, где проснулся. Ну, важно, что это не страшно. Важно, чтобы ты не понимал, проснулся с кем. Это, это будет уже, это уже тяжело. А то, что где я проснулся, это тебя хорошо характеризует. Я просто думал, блин, а где, а куда мне надо ехать? То есть, мне было периодически, куда я должен ехать сегодня, сейчас. И просто понял, что надо ехать, мы пишем коммен-шоу. Ну, я тебя, да, спасибо тебе большое. Да, желаю, чтобы Леха Миранчук вновь порадовал тебя. Сколько фильмов ты снимешь? Порадуешь нас с Тимуром Гурцкая? Тимуром Гурцкая, я вообще в восторге. Я считаю, что трудоголик, я очень люблю таких людей, как ты. Спасибо.